Я говорю слово Сергею Сергеевичу Пирогову. Для сообщения о пищеводии Барата есть ли место в множественной диапазии по сетовственному протоколу. Сергей Сергеевич, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемому Олегу, что меня слышно видно. Я надеюсь, действительно, проблема пищеводии Барата с каждым годом становится все более острой, и заболеваемость растет, и с женой растет количество ошибок в диагностике. Прошу вывести на экранную презентацию. Давайте еще раз вспомним, я на каждом лекции, на каждом степени так говорю, но тем не менее, почему-то огромное количество ошибок в пищеводии Барата это всегда только кишечная гипплазия длиной более 1 сантиметр. На наши данные были 3630 пациентов за последние 10 лет в пищеводии Барата, мы посмотрели, находятся под наблюдением, конечно, исследований порядка 10 тысяч. И, зрительно, современные гемические рекомендации, большинство профессиональных сообществ, которые говорят, в том, что именно кишечная гипплазия длина более 1 сантиметра, и не иначе как. А, конечно, кишечная гипплазия, мы занимаемся потому, что мы пытаемся предотвратить развитие многое основного пищевода. Ведь у нас не так много случаев, 58 всего за эти годы, это в том, что первичные пациенты, ни одного случая в мониторинге, где пациенты принимали гипплазопротонный пункт, это 58 случаев, те, 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 которые обратились к нам первичным уже с реальницам ракных монитор пищеводобарата, но, конечно, не всех вольных естественных пищеводобарата нужно включать в программу, но не только. А вот можно ли их стремить пищеводобарата? Все-таки нет. Только у пациентов с факторами низкой, то есть у старшеростной группы, мышцовый пул, ожирение и наличие пищеводобарата гипплазопротонный пищеводобарата, если и сделать скрининг, то только в эндоскопическом. Вот, позвольте себе клинический пример. Пациент в главном направлении диагноза пищеводобарата. Ну, нет пищеводобарата. Почему? Посмотрите, выше кальций гипплазопротонного пищеводобарата не важно, кишечная, желудочная эндоскоплазия. Очень часто ошибка. Пищеводобарата сразу пищеводобарата. Нет, это не пищеводобарата. Ультракораттосильный эндоскоплазий не является пищеводобарата. И это не имеет всех современных. Солочный. Таким больным не требуется эндоскопическим эндоскопическим эндоскопротонным пищеводобаратом. Не стоит их посылать каждые полгода, даже каждые три полгода. Так как кишечная эндоскоплазия в области гипплазия очень нередкое событие в больнице ГЭР. Но это не является предправным. Вот еще одна зашла распространенная ошибка. Пациент, видите, молодой, была направлена к нам снять запищеводобарата. Что мы видим? Мы видим эрозию длины 5 мм, то есть это эзотфагист КПН-А. И в кардии, это уже ниже гипплазия, реактивная гипплазия. Это еще и защищает бутую спаливу, но это не болит, а не пищеводобарат. Это осложнение гастросфегио-реактивной болезни, называемое реактивной гипплазией, стильстой обложки. Кардии возникает на фоне гербча, называется воспалительной псевдоболит. Наиболее частое осложнение гастросфегио-реактивной болезни у молодых пациентов. Видите, что у нас, наверное, сейчас студентки, сейчас уже даже больше случаев. И такие участки уходят на полости лимонируются на водной терапии гипплазии. Также важно, что не стоит включать общую гипплазию сегментную гипплазию изолирование гипплазии над сегментом. Да, если посмотреть на левое изображение, то хорошо видно, что это был пищевый парт, где участок рентализации плоского петелия ему подлежит железе. Видно, что просвечивает. Но тем не менее, вот такой торсилок пищевый парт можно назвать, не можем, может, искать что-то положительный эффект. Терапии гипплазии гипплазии и, соответственно, сейчас гипплазии поставить невозможно. Также не стоит называть пищевый парт, но в этой участке гетеротопии желудочной, если есть терлышки, а также у них даже бывает пищевый парт, но они пищевые изолированные. Это, как мы говорили, с прошлого доклада, в шейном надежной воде. И грудной гипплазии очень часто бывают участки гетеротопии не пищевый парт изолированный участок. Вот это интересно клиническое наблюдение. Пациент также молодой насосы к нам с диагнозом пищевого парта. Однако мы видели совершенно большую сону гетеротопии желудочно-сливистых облочек в нижней руке на смене пищевода. По гистологии это желудочный пазмин, кислотопродуцирующий кислотопродуцирующий тело желудок пазмин, кислотопродуцирующий да и желудок у пациента будет сильный потому что это даже не фактор запроса а фактор секреции кислоты в самом пищеводе. Но это не пищевод парта и не полиграем. И очень почему в данный момент. Потолканат не парта в исключении пищевого парта. Только тип плазионной гетеррии. Кишечная желудочная варен гипплазия дисклазия положена. Потому как патологоанат может гарантировать что биопсим именно из пищевода а не с картифелем перехода и вообще с кардией. когда патологоанат пишет в заключении в тематической форме пищевого парта это уже ошибка. Ну и немножко вообще о факторах риска пищевого парта. Такое понятие является фактором повышенного риска развития дисклазия донокорстонна. Чем ты не патолизия тем выше риск развития этих патологических состояния различных предракова касталья. Несколько позже скажу насколько это важно. Слабо дисклазительная же есть фактор риска развития донокорстонного пищевода пищеводопарата но обращу ваше внимание что среди отличные элементы никогда не дисклазируют. Слабая дисклазия напрямую не превращается в тяжелую водонокорстонну. Но тем менее если в пищеводопарате возникнет слабая дисклазия это значит что фактор микроокружение воздействие на слизистую оболочку имеет столь повреждающий нитогенный эффект что возникальнейшее воздействие может привести в другом участке слизистой обложки в развитие тяжелого дисклазительного пищевода. Именно поэтому адекватная терапия в пищеводопарате прополненной помпы в 70% случаях приводит к иллюминации слабой и отсутствию мгновения тяжелой дисклази. Ну вот клинические наблюдения пациент 76 год рождения молодой эти длинные пищеводопарате в геронус вообще очень не а вот в спектральном режиме со сфтическим бронем фокусом видно участок срезки ложки с полиморфизовым геммом и это слабая дисклазия эпитерия я также несколько позже в аспекте сервенского почему все это важно у большинства пациентов с пищеводопарате есть грыжа в шерутерс этиофрагии чем очень длиннее сегмент тем больше грыжа и пропорция характер на двойной стороне чем больше грыжа тем больше риск развития дисклазии и аденопарциномы и опять же клиническое наблюдение пациент с 5 года рождения который разделяет пищеводопарате пищеводопарате у пациента нет огромная грыжа в чем то есть диапарат и запищеводопарате была применена крышеворочайшая лодка это нередкая ошибка а ошибка связана с неверным янием количественных гарантий я еще много раз говорила об этом представляла слайд но мне как-то понимаем не не возник итак вновь затвение совпадает с картифигальной приходом пищеводопарате ниже расположен пищеводопарате диафрагма и з-картифигальной саразинскому пищеводопарате при пищеводопарате картифигальной перехода где лодка осталась а вот з-длиния поднялась вверх пищеводопарате и длина пищеводопарате это расстояние между картифигальной переходом и з-линией в случае грыжей картифигальной перехода и з-длиния остались на местах они совпадают а вот картифигальной значительно выше диафрагма это дыржевая полость и конечно очень важная оценка пищеводопарате по пражным критериям говорят предпочтим тоже очень большое количество ошибок в заключении мы видим сейчас заключение C10 M0 это абсолютно не верно C это циркулярная часть сегмента и M общая длина сегмента M всегда больше или равно C M всегда больше длина циклана понимает для чего нужно использовать пражные критерии ну во-первых стратифицировать риски оценить насколько высок риск развития по слову конкретного пациента и второе это эффективность консервативной терапии на фоне приема битрофокартонной помпы зачастую может иметь место уменьшение длины сегмента митоклассии мы подошли к основной теме сегодняшнего выступления это связь к биопсии четвертой раны биопсии подружности пищевода с промежутком 1-2 см в длине честно скажу мы не делаем такую перечеркархную биопсию вообще не делаем почему наша позиция в том что во-первых не предприцелись взяли биопсии и уже протекали крови уже не видно невозможно считать кроме того ровно количество реактатов если 2-10 в середине пищевых бартов как минимум 20 то есть 40 реактатов это практически невозможно но вы скажете а что же все все пречи занимаются причем вырубают в принципе на период современные клинические рекомендации все рекомендации дополняйте середины протокол и дополнительно из всех видимых образований вы можете нарушать клинические рекомендации однако обращаю очень внимание что все клинические рекомендации самый поиск из них 2017 год и уже в 2015 году наши американские коллеги стали аккуратно говорить что для мониторинга пищевого барата стоит все-таки использовать структуальную метро-минодископию в частности структуальную метро-модископию МВИА с ленским протоколом ну и это еще я посмотрел себе вынести в названии статьи статьи доктора Хана в названии данного слайда индикаторы качества диагностики пищевого барата пришло время измениться татус итак качество соблюдается серийский покорбок пищевого барата плохо в данной одни кликанской или 24% коллекцию выполняется беопсей серийский протокол более того прошедшие специализированные учения еще партнер лоббий специалисты выполняют серийский протокол те кто не сторожался в 10% случаев выполняют так беопсей но и это еще все к сожалению посмотрите очень важен соответствующий факт того что чем длине сегменты тем меньше выполняется биология серийского протокола тот его сантиметра 6 процентов а более 10 процентов это не зависит от года а к чему это приводит всего 7 процентов при линейке 7 процентов соблюдения серийского протокола продлини более 9 сантиметра это приводит значит снижение чисто или генетис пластики или пищевых барок то есть получается что пациент с длинным секретом пищевых барок наблюдающих самым высоким риском малейнизации получают чаще всего не получают правильную биопсию и ситуация не меняется сгадаем 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 достаточно давно еще в конце 90-х годов и ситуация сгадаем 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 25% случаев сгадаем сгадаем пропускается почему эти фокусы имеют небольшие размеры их очень сложно видеть в первом свете и соответственно даже выполнять пиопсию нужно все равно пропустить и это все объясняет данные многих исследований зависит отсутствие снижения смертности у пациентов которые включены в группу мониторинга пищевода понятно что протокол не соблюдается четко не визуализируются участки дисплазии и нет снижения смертности поэтому последние данные 2021 года говорится о том что конечно по другу предоцированного протокола и только трактированную биопсию уже есть данные сравнения конечно не только спектральные скопии конечно в диагностике в диагностике еще самое важное можно использовать инсуляцию собственной кислоты хотя не более современные нервы спектральные скопии с расчетливаем фокусом с влечением аритоцитоскопии хорошо известно применение кислоты физически ацета обеления известно кишечного 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 кислоты тилет поэтому эти зоны не ацетит не депутат эпидеми альф но зачастую с нашей точки зрения применение кислоты может запутать вызвать гипердиагностику поэтому конечно используем как штатная диагностика, густостектролизм, высокого завершения. Она позволяет нам оценить ямочный рисунок слизистой власти, четко видеть кишечную метоплазию, к признаку велиосток или грибельщих ямок, слабую дисклазию по признаку нерегуляции ямок, а тяжелую дисклазию, потому что это уже выражено нерегуляцией или отсутствует ямок. И действительно было доказано, примерно в последних исследований в 2020 году, что в отдельных количеств диагностика значительно ниже при применении НГМБА и у женщин-кососверденский протокол. Кроме того, значительно выше чувствительность отношений к кишечной метоплазии и дисклазии, в деле применения кустосверденской НГМБА и сравнений с сердцем протоколом. И, в данных наших адресовских коллегах, вы видите количество диагностики пищеводебаратов по сердцем протоколу и при применении НГМБА. Смотрите, 9 минут нужно осматривать с биопсией по сердцем протоколу при пищеводебарда и при применении с эндоскопией НГМБА всего 2,5 минуты на посмотр пищеводебарда. И наши американские коллеги подходят к очень важному виду, что наши обычные с дискоскопией НГМБА с терапевтируемой биопсией, используя более высокую точность диагностики пищеводебарда и дисклазии потери в сравнении с эндоскопией в первом свете и для всех пищеводебарда. Но, более того, использование эндоскопической эндоскопии с увеличением в высоком значении с двойным фокусом позволяет достичь еще более высоких результатов. Но, к сожалению, авторы следуют на то, что такие эндоскопические системы есть далеко не везде, особенно в развивающихся странах. Но, благо, что в ведущих центрах такие системы есть у нас, слава богу, тоже есть. Мы для диагностики дисклазии пищеводебарда используем спектральную скопию с артическим уровнем фокусом. Мы оцениваем не только гермошки. Нерегулированная конверсовая сливистой оболочки и нерегулированная киамки. Патологическая статегия поляры – это приступ уже тяжелой дисклазии в рептелях. Кстати говоря, очень, не очень велик, порядка двух миллиметров. Это классификация БИНГ. Есть более новая версия классификации – БИНГ-Джей, японская классификация. Мы достаточно ответственно на время задумываемся, что же мы видим? Почему в отдельных зонах пищеводебарда отсутствует ямочный рисунок, но попиляры древолитные и, в общем, патологические и неизвестные? Наши японские коллеги объяснили это в своей классификации. Это зона как тропичного пищеводебарда, где древние стекла, но при этом есть только кишечная эндоплазия. Здесь нет никакой дисклазии. Или отдельный тип рисунка ямок пищеводебарда – тип 2, мозг. Тип его не нужно принимать за дисклазией. очень, кстати, видимо, ненавидно-патологическое слово. А мы, конечно, ищем ранний рак пищеводебарда. Вы смотрите, участок 2 мм. При сервисском протоколе, конечно, очень легко пропустите. Любые из диагноз политики против рассоединяется пищеводебарда – это достоверные признаки его молитвизации. Ну, приведут к наиболее современным, методам перспективным. В частности, это волиметрищики – лазерная губинцкопия. Это вариант оптических глиментов урокистов, 106-ти градусов с тканированием. Испечивает резолюзацию слоем в стенки полых органов трубчиках частного пищевода. Оценится степень отражения сигнала. Специализированное программное исключение. Это говорит нам, где есть дисфлазия. Выделяет ее. Почему? Вы можете видеть даже практически одну из пластичную железу, в основном, или дисфлазическую изменить. Эту степень глиоксии не видит даже ранее, а глиметрическая метастропия может позволить увидеть. Ну, и такой новый, тоже принципиально новый метод – это эндоциктоскопия, исследование совмещения в 520 раз, накрашивая слизистую, слизистую отручку пищевого раствора метилитового синего, в 2019 году, когда мы с Романом Олеговичем выполняем институтской армии или фокус дисфлазии в мире в первом свете. Конечно, метод очень перспективный. Мы даже разработали классификацию для институтской армии, причем российская классификация. Японцы практически не занимались пищевого аппарата, а европейский такой аппарат был недоступен. Согласно классификации, мы можем применяться с какими, в том числе, пациент 40 лет, длинный сильный пищевого два, на постоянном терапии микропротонной помпы, и мы можем, то есть, укрепляем институтской армии, заподозривать желудочную эндоплазию, кишечную эндоплазию, кишечную эндоплазию, видны окрашенные и неокрашенные зоны, и при этом, скорее, хорошо видна кишечная эндоплазия, удлиненные ядра кишечных петлиоцитов, создающие сосуды, варя и сливистые оболочки, и желудочная эндоплазия не окрашенная. Почему желудочная эндоплазия проявляется в пищевой дебатке? Это признаки лекарственного патомаркоза, это признак воздействия микропротонной помпы и иллюминации кишечной эндоплазии. Вот еще один пример. Центр Курсо-Станской запущенного Барта со слабой эндоплазией петлиоцитов. Мы посмотрели, участок в белом свете вообще нет. Здесь видно отсутствие ямы каталогических петлиокапилляров. Мы покрасили натиленовым синем. В окружающей эстердочке не полная мишечная эндоплазия. А здесь, посмотрите, мы уже видим каталогические петлиокапилляры. Это уже не слабая эндоплазия, это уже тяжелая эндоплазия. Посмотрите, железа, которые выставлены полиморфными ягодами для диагноза кубических и явной потери полярности. Еще один случай, когда пациент с клиентом пищевую банку не получал, и обратился к нам первично с диагнозом полива пищевода. Ну, в первом случае уже видно участок мелкого кукуриста. В НГА яблополиморфизм яма, окрасил свыженный данный участок выделяемую силу. И, посмотрите, при антицископе разрушения железной структуры кубических полиморфных яблокопухолев, где-то это уже не гетелиоцит, это высокодифференцированная пищеводобарта. Такой вопрос. Это будет подходить к воде. Если пациент с геркой взаимной пищеводобарта, в первую очередь нужно в длительном уровне церкви, у лекарства в теоретике вообще есть метоплазированные гетелио длиной более сантиметра или нет. Если его нет, то пищеводобарта нет. Если только желудочный метоплазей, то пищеводобарта нет. Если есть кишечная метоплазия, то пищеводобарта есть. Вот тут выключаем все. Мощности, лекарственные пищеводобарты, наступаемые фокусы, и еще фокусы дисплазии и адренопроцитон. Но, очень важно, почему-то, опять же, доктора говорят пациентам, отменяйте гетелопротонный пункт, чтобы не смазано тортили. Наоборот, гетелопротонный пункт обязательно не менее 4 в неделе пить, а лучше больше, приведенный с количеством пищеводобарта. Иначе невозможно что-то понять, есть пищеводобарта или нет. Возможно, если как геническое наблюдение, пациенту было направлено с диализом пищеводобарта. Она принимает дженерику через день, и неделю до этого, даже, поясняю, через полторы недели не приняло тонном пункт. Вы у меня спросите, есть пищеводобарта? Я не знаю, есть пищеводобарта или нет. Невозможно сказать. Мы видим язду, мы можем поставить, что есть язда пищевода, разъемница, прогресс, техницеф, инстанческая классификация. Но это бессмысленно выбрать и диапсии, обрабатывать все клинические рекомендации заслуга их воспалений, и осматривать в центральном режиме как реактивный пульмаркесный ям. Сначала не менее четвертной терапии не берем прокладные пункты, а после этого уже нужно оценить есть пищеводобарта или нет. И, хотя к завершению, в пищеводобартах только кишечная клаплазия вернуть более сантиметр. Просто так проводиться клинику пищеводобарта среди боли не стоит. Но пациент с пищеводобарта рекомендуется включать программу дискомплического методика. Но ни в коем случае не каждые полгода. Полгода это только если слабая дисклазия. Рекомендуется применение суцкитральной энцикапией биопсии на сколько высокого разрешения. Любые язвы часто не регулируются в протяжении сегмента пищеводобарта признаки его организации. Биопсия должна быть сегментом дисклазии слабой и тяжелой так это сегментом перепроверяем патомархолог и эксперт детально протоколируют откуда выполнены биопсии сегментом 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 и сегментом 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 и сегментом сегментом бакарх направлен направлен гастронетерологом гастронетерологом наша задача и кишечная метаболазия и сегментом 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 бакарх покрасить кислотой и выполнить только таргетированную биопсию направить в экспертный центр чтобы вы довели кратко ответить спасибо если направить только в экспертный центр может создаться минимум и дисклазия будет пропущен если короткий сегмент неудачный методик то как минимум вкусная кислота спасибо большое уважаемые коллеги мы идем дальше по программе и дальше виртуально утра